Добрый вечер. Я здесь слышу себя, как будто я очень сильно гудю, гужу. Не знаю, у вас там получше, не получше, мне немножко страшно. Да? То же самое. Я сегодня вам расскажу про мастеринг для современных цифровых платформ. Это скорее даже не художественная история, а техническая. Немножко обо мне, кто не знает. Я занимаюсь звукрежиссурой, я работаю в качестве мастеринга инженера на Saturday Mastering. Это такая студия московская, наверное, одна из самых древних в стране, которая начала этим заниматься. Я делаю аранжировки, делаю музыку всевозможную. Работал с разными артистами за эти годы. Я пел в группе, сейчас сижу в студии и познаю азы цифр, скажем так. Потому что раньше мы познавали азы пленок и прочего всего аналогового, сейчас циферки. Давайте поговорим о том, что происходит с музыкальной индустрией в принципе в целом сейчас. Как вот этот пирог распределяется между разным типом потребления. То есть началась эпоха стриминга. И данные вот эти на момент 2018 года предоставлены. Потому что отчеты обычно у нас появляются в районе где-то полугодия. То есть следующие по 19 мы узнаем в районе мая. В основном контент сейчас потребляется, то есть музыка наша, либо подписками, либо цифровыми скачиваниями, либо подписками бесплатными. Но в общей сложности больше половины от этого пирога потребления приходится на интернет и на стриминг в том числе. Соответственно мы как люди, которые живем в стране, которая пока немножко догоняет общие мировые тренды, на это должны ориентироваться. У нас пока ситуация чуть-чуть другая, но в целом тоже интересная. Что в целом происходит в музыкальном рынке? Какой оборот денег? То есть вы можете видеть, что мы упали в момент, когда Steve Jobs изобрел плеер и разрешил в iTunes покупать песни по одной. Рынок резко рухнул, цифровые продажи еще не научились и люди к ним еще не привыкли, а физические носители очень резко деградировали и исчезли. Сейчас на момент 2019-2020 года индустрия практически восстановилась и вернулась туда, где она была в 2002-2003 году. И слава богу, у нас теперь есть возможность нашу музыку продавать, получать за нее деньги и каким-то образом функционировать. Уже не так, как раньше, когда считалось, что группа, которая должна, точнее не должна, а может существовать на творчество, она постоянно играет концерты, 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 музыка бесплатна. Потому что у нас есть горбушка изначальная с пиратской продукцией, потом контакт, в котором тоже всегда все можно было скачать. Сейчас у нас есть подписки. Слава богу. В связи с этим вся история на этих стриминговых сервисах превратилась в некий хаос изначально. Потому что у нас была привычка делать музыку максимально громкую относительно того носителя, на котором она звучала. Это компакт-диск. На стриминговых площадках, соответственно, сами понимаете, присутствует весь каталог музыки. Вы хотите послушать условно сначала музыку джазовую, потом музыку рокового направления, хип-хоп, всевозможное. Это может быть в одном плейлисте. Едете вы на машине, идете в плеере, вы можете реально получить слуховой удар при переходе между какой-то очень камерной историей к музыке тяжелой или к музыке динамичной, электронной. Поэтому сейчас, скажем так, некоторый список стриминговых сервисов на самом деле гораздо больше. Есть экзотические, африканские, в каждой стране есть, в Китае много. И все вот эти ребята пришли к этой проблеме, потому что они все отвечают в целом за своего слушателя в плане здоровья его ушей. Так же, как в свое время очень сильно в этом смысле радиостанции об этом задумывались, телевидение, вот эта история, громкая реклама, тихая передача, стандартизация громкости. То есть появилась потребность в том, чтобы музыку по громкости уравнивать на стриминговых сервисах. Что в целом нужно знать о стриминге, для того, чтобы понимать, как готовить файлы, для того, чтобы они потом достаточно равномерно на всех этих стриминговых платформах звучали. Звучат они там на самом деле все по-разному. То есть мастер-файл наш, если это файл в формате WAV или там AIV, ну то есть в непожатом формате, отправляется дистрибьютору, дистрибьютор цифровой, эту фонограмму уже, соответственно, отправляет на площадки, где каждый из этих стриминговых сервисов применяет свой алгоритм пересчета файла, перекодирования его из непожатого формата в формат пожатый. В МП-3, в АЦ, в окна, ну и так далее. Есть и, собственно, среди этих всех сервисов те, которые музыку нам дают послушать практически студийному качеству. Deezer, Cobus, Tidal. Вот Cobus — интересный сервис. Это сервис, заточенный в основном на классическую музыку, кого интересует академическая. В принципе, там можно послушать очень много интересного, включая какие-то редкие концерты, которые зачастую не издаются больше нигде. На таких сервисах, конечно, идет упор на качество звука, и они стараются музыку оставлять в формате FLAC, ALAC, MQA. MQA — это такой формат интересный. Mastering Quality Audio, так называемая история. Есть некоторые даже железные плееры, которые поддерживают этот формат. Но идет большой спор насчет того, актуален он или не актуален, нужен или не нужен. Формат своеобразный. Все равно упакован в контейнер, не является вов-файлом. И, соответственно, вот то, о чем сейчас мы дальше, к чему мы перейдем. Многие сервисы применяют вот эту самую чудную нормализацию громкости, чего пока ни один российский официально сервис не делает. То есть ни Яндекс.Музыка, ни Контакт, ни Бум пока этого всего не делают. И рано или поздно им придется это сделать. И вы, как люди, специалисты, которые будете заниматься подготовкой файлов к релизу, или музыканты, которые свою музыку хотят издавать, должны к этому быть готовы. Что, собственно, мы должны учитывать, когда мы наши файлы готовим к цифровой среде интернет? То есть если раньше, когда мы файлы делали под компакт-диск, у нас была полка в минус 0.1 дБ, это тот самый порог в частоте 44.1, выше которого пики на компакт-диске не вызывают никаких искажений при прослушивании, потому что это такой формат. В интернете, на самом деле, и при воспроизведении ваших файлов на компьютере в том числе, могут происходить такие вещи, такая вещь, как интерсэпловые пики. Это происходит при погрешности конвертации из цифрового аналога. Практически каждый конвертер или каждая аудиокарта этим грешит. И при перекодировке частоты дискретизации вашего файла, битности и так далее. То есть вот эти штуки, они могут на самом деле достигать достаточно приличных показателей. На некоторых фонограммах я встречал интерсэмпловые пики до плюс 5 дБ. То есть мы слушаем музыку, нам кажется, что она чистая, там ничего нету, никаких искажений. Ставим трупик-анализатор и видим сумасшедшую картину. Например, всем известный, может быть всем известный, альбом 30 секунд до Марса, This is War, которому уже достаточно много лет, если его посмотреть на анализаторе с трупиковым метром, мы увидим, что там шпарит до плюс 3,5 дБ примерно. В свое время, когда этот альбом вышел, еще на форумах западных задавали непосредственно инженеру, который альбом делал, вопрос, а зачем? На что было сказано, вы же не слышали этого никогда, на самом деле, пока не посмотрели на прибор. Поэтому мы решили сделать так, в общем-то этого не слышно. И действительно, очень часто это не слышно. Но вы должны знать, что оно происходит, и оно может оказать достаточно серьезное влияние на вашу музыку, если она не перенасыщена аранжировкой. Если это музыка с воздухом, если музыка, опять же, какая-нибудь академическая, спокойная, тихая. И вот эти штуки могут вам сильно подпортить ситуацию. То есть как мы избегаем этого? Как мы делаем нашу фонограмму чище? Мы следим за хедрумом. Это такой, ну, если вы этим занимаетесь уже профессионально в аудиопродакшене, вы должны понимать, что 0 дБ вас не должно устраивать ни при каких обстоятельствах. Это очень громко, потому что если ваш фонограмма, ну, или ваш сигнал уже где-то в районе 0 дБ играет, вы включаете дополнительный прибор, например, эквалайзер, поднимаете у него какое-то значение частоты вверх, плюс 3 дБ, вы уже, соответственно, потеряли динамический диапазон, вы уже в красной зоне находитесь. Так или иначе, в течение вашей работы это все будет только накапливаться, накапливается и накапливаться, и в конце вы получите стереофайл с кучей-кучей внутренних искажений, которые, не знаю, если они вам нужны, это, возможно, и нужно, потому что есть звукорежиссеры американские, которые работают с артистами даже первого эшелона, у которых в мастер-классах все вообще стоит в красной зоне, прямо с самого начала, там, хай-хэт начал играть, и все, все красное. Но это никак не влияет на непосредственно успешность артистов, с которыми человек работает, и, может быть, даже за этим звуком люди гоняются. То есть помним про то, что нам нужно всегда держать вот этот хедрум, следить в проекте за тем, чтобы из прибора в прибор, ну, или из плагина в плагин, мы приходили не в перешкальном состоянии. Я рекомендую удержаться всегда в районе минус 6, минус 3 дБ, выше не ходить. Но, опять же, тут мы можем спорить об этом очень долго, потому что 64-битная система обсчетов внутри каждой программы сейчас уже позволяет нивелировать эти пики. Но не все плагины поддерживают 64-бита, не везде это возможно математически, поэтому лучше обезопаситься. Вторая история, так называемый оверсэмплинг. На многих плагинах есть вот этот вот параметр. И чем он полезен? Когда мы повышаем частоту дискретизации относительно той, в которой у вас находится сейчас программа, ну, в смысле, непосредственно проект, мы упрощаем математический обсчет так называемого алиосинга. Это такая неприятная штука. Если кто-то знаком с Теоремой Найквиста, понимает, что при оцифровке у сигнала возникают неприятные искажения, которые лежат за порогом нашего слуха, и математически они зеркалятся в обратную сторону, именно в наш порог слуха, и некоторым образом на сигнал тоже влияют и делают его не таким приятным, как хотелось бы. Оверсэмплинг математически позволяет эти штучки, пики и резонансы нивелировать. У некоторых лимитеров, например, только при включенной функции оверсэмплинга включается функция true-pick лимитирования. Это как раз то, о чем мы чуть позже еще поговорим. Это как раз тот самый лимитер, который вот эти пики, которые интерсэмпловые пики, он будет отслеживать и не будет давать сигналы пробиваться за тот порог потолка, который вы ему дадите. Что еще интересного, пока я дальше не перебежал, есть такой софт, называется плагин доктор. Я его, в принципе, рекомендую всем, кто занимается аудиопродакшном, для того, чтобы навести порядок в той коллекции плагинов, которыми вы любите пользоваться. В этой программе можно посмотреть, действительно ли заявленная производителем программного обеспечения функция по окрашиванию аналоговыми обертонами работает и вообще присутствует. Насколько качественно написаны всякие параметры типа там low-cut, high-cut. Потому что, например, я, когда эту штуку включил, начал гонять все то, чем я любил пользоваться, и некоторые плагины у меня отсеялись. Потому что, например, у многих плагинов математически программистам было лень low-cut нарисовать логарифмической линеечкой, то есть красивым спадом. Это выглядело такими определенными рубленными линиями. Представляете, вы отрезаете низ, и он у вас гаснет не так, как мы привыкли, а просто достаточно ленивыми, грубыми такими отрезками. Ну, то есть Slate этим грешит. Я посмотрел, некоторые процессоры из его коллекции у меня теперь хранятся где-то далеко-либо удалены. Так что плагин доктор. Вы обязательно хотя бы ознакомьтесь с этой штукой, потому что когда люди спорят о том, что этот плагин точно звучит как прибор, а этот не звучит как прибор, зачем спорить, если можно просто сразу посмотреть и проверить. Дальше. Мы все, что делаем, особенно в финальной нашей стадии мастершины, желательно понимать правильно, что будет происходить. То есть нам по-хорошему нужно использовать также и TruePickMeter, чтобы видеть, есть ли выбросы за или нет. Недавно мне звонил Олег Изотов с вопросом. Макс, я ничего не понимаю. Я вывожу файл, у меня там плюс сколько-то децибел, все в красное. У меня на лимитере стоит минус один, как ты просил, и все равно. Я говорю, какой лимитер? Оказывается, это invisible лимитер, достаточно известный лимитер, у которого режим TruePick работает только, если включен оверсэмплинг. Как только он включил одну единственную кнопочку, у него получился чистый рендер без вот этих ненужных искажений. Почему он этого не видел? Потому что он не использовал TruePickMeter. Если бы он его использовал, он бы сразу увидел, и вопросом этим бы задался заранее, и все было бы достаточно быстро, нормально. Дальше наш файл, перед тем, как мы сделали его финальный рендер, я рекомендую послушать с помощью таких тоже софтовых штук, как кодек превью. Кто пользуется, по-моему, не знаю, мастерингом у себя дома, промышляет или в студии, знает, что есть, допустим, там, я не знаю, изотоп озон, у которого есть кодек превью, есть у Оксфорда плагины, в которых есть превью по кодекам, где прямо в реальном времени ты тыкаешь, выбираешь качество того же MP3, а АЦ любого, и смотришь, насколько большие выбросы после лимитера на самом деле будут происходить. Зачастую они происходят очень серьезные. Поэтому кодек превью включаем, посмотрели, что происходит с вашим файлом. Если у вас выбросы интерсэмпловые все равно попадают в красную зону, на лимитере потолок прибираем, то есть полочку, верхний уровень выхода. Стандартом сейчас считается цифра в минус 1 децибел фуллскею, минус 1, не минус 0.1, как раньше на компакт-диске, а в минус 1. Этого должно хватить в целом для того, чтобы происходила конвертация на любой площадке стриминговой и становилось, ваш файл становился а.c., mp3, богом, чем угодно. Скорее всего, этого будет достаточно. Иногда, когда мы смотрим на кодек превью при мастеринге, вот эту историю, иногда мы уходим даже в минус 2 децибела по выходу, потому что некоторая музыка специфическая, не знаю, нет жанровой такой вот прям конкретного статистики, чтобы понимать, у какой музыки будет выброс интерсемпловых пиков очень большой, а у какой не будет. Перед тем, как мы с вами поговорим про то, чем занимаются компании типа Apple, Spotify, Amazon Music и все остальные, немножко про историю нормализации громкости. Это все идет у нас из телевидения, с давних пор у нас была проблема, мы включаем кино, мы включаем его погромче, чтобы слышать диалог человека, который в кадре находится не на переднем плане, а где-то подальше, и, соответственно, они в картинке звучат у нас чуть-чуть тише, потом включается tight какой-нибудь или что-нибудь, ну, из моего детства был tight, сейчас что-то, наверное, другое. И, ну, понятно, все пугаются, неприятно, начали вводить стандарты, начали делать нормализацию громкости, в Штатах, например, реклама значительно тише звучит, чем непосредственно сам эфир. У нас примерно сейчас на одном уровне, но я, правда, давно уже телевизор не смотрел, поэтому, не знаю, в Ютьюбе меня орет по-прежнему, я не знаю, есть там вообще что-то, кто-то есть, человек, который за этим следит или нет, но вот у меня ребенок смотрит мультфильм, и потом включается что-нибудь, и я там на кухне подпрыгиваю. Вообще по-хорошему, у них алгоритм, про Ютьюб мы поговорим, они были одними из первых, кто начал нормализацией заниматься. Непонятно, почему у них нормализация на контент есть, а нормализация на рекламу как-то вот хромает. Нормализация наша делится на две, скажем так, под категории. Нормализация по пикам и нормализация громкости. Что такое нормализация по пикам, я думаю, вы все понимаете. Это вот верхний уровень вашей волны, это ваше пиковое значение. Соответственно, если у вас будет тики файлы, в нем один какой-нибудь щелчок или один какой-то громкий пик, вы будете делать нормализацию до нуля децибел или до минус трех, до любого значения, то он вам это выровняет. Но при этом громкость файла особо не пострадает, не изменится. Нормализация по громкости это вот как раз история, которой занимаются все стриминг-сервисы. Они анализируют своими методами, причем никто не знает, какими методами они изучают громкость фонограммы. И на прямые ответы никто не дает прямых ответов. На прямые вопросы никто не дает прямых ответов. Это нужно опытным путем выяснять. То есть мы вот очень долго все мастеринг-сообщество занимается тем, что пытается их градацию громкости стандартизировать под ту, которой мы общаемся. То есть у нас есть некоторые понимания того, что там лувсом мы пользуемся. И вот они нет. Чем они пользуются, никто не знает. Слава богу, у нас есть свои измерители. Они нормализуют таким образом, что все файлы становятся примерно одной громкости. Как это сделать, если мы уже все сделали мастеринг на условный минус один децибел. И вверх мы ничего задрать уже не можем. То есть наша фонограмма выше-то стать не может. Соответственно, они решили, естественно, логично все делать тише. Если вы видели, у вас в айфоне есть в программе какая-нибудь, в музыке в айфоне есть галочка soundcheck, и тогда все, что вы слушаете, будет автоматически приравнено к определенному значению. Все станет тише, намного тише, примерно на 10 децибел. Перейдемте теперь мы давайте немножко к терминологии, потому что дальше я сейчас буду вам рассказывать про то, как мы будем угадывать нашу громкость фонограммы относительно всех этих платформ. И надо ли это на самом деле делать. Perceived loudness – это громкость, которую мы с вами воспринимаем ушами. Она не измеряется ничем, кроме нашего субъективного ощущения. То есть воспринимаемая громкость. Программная громкость, или integrated loudness, еще как это называется, это громкость фонограммы, которая измеряется в LUFS или ЛКФС. На самом деле LUFS и ЛКФС, слава богу, уже тоже теперь это одно и то же. Раньше была разница. Одно значение американское, другое европейское. Они плавали немного, но сейчас договорились, что они одинаковые, слава богу. Теперь, когда в лимитерах или в измерителях меняешь LUFS на ЛКФС, слава богу, цифры уже все одинаковые. То есть loudness units full scale. Это то, как сейчас меряется. Раньше мы меряли все это таким параметром RMS, среднеквадратичная громкость. Он менее точный, чем LUFS. И до сих пор у многих звукорежиссеров, особенно тех, кто до сих пор сидит на телевидении, у них до сих пор в голове RMS. Мы недавно делали проект, один под телевидение, рок-концерт. И мне вот так и говорит человек, мы ваших LUFS не слышали, вы нам минус 12 RMS отдайте, пожалуйста. Мы отдали минус 12 RMS, и по факту получилось, что им пришлось еще потом эту фонограмму менять, потому что минус 12 RMS было все равно громче, чем они играют. Вот если бы он мне сказал правду, то, что на НТВ эфир минус 23 LUFS, я бы сделал точно, мы бы скорее всего угадали, фонограмма бы вверх-вниз бы не летала. А так она, к сожалению, по звуку изменилась относительно той, которая вышла из мастеринг-студии. Target level. Target level – это показатель громкости площадки. То есть, допустим, Spotify все свои песни приводят к значению минус 16 децибел LUFS. И, соответственно, вот этот таргет для Spotify для нас важен, если мы хотим угадать именно ту громкость, которая на этой площадке звучит. Соответственно, про true peak я вам уже рассказал. И важная такая штука – PLR – Peak to Loudness Ratio. Соответственно, это разница между вашим LUFS, между вашим средним значением громкости и его максимальным значением. То есть, задача простая из первого класса. Какой будет у нас здесь PLR? Скажите, пожалуйста. Правильно. Это прям совсем даже, наверное, из пятилетнего. Пятивозрастного, скажем так. Вот. То есть, почему это важно, я сейчас вам покажу на примере. Я украл из интернета классное видео. Сейчас вам его покажу. Оно на английском. Кто не знает, я после этого видео еще дальше в слайдах пройдусь расскажу, что там рассказано. Субтитры делал DimaTorzok или ПЛР. ПЛР is the difference between your music's true peak level and its integrated loudness. If your music's loudness is different from the normalization level, its volume is increased or decreased to match the normalization level. If, as a result of normalization, your music's peak level exceeds the platform's maximum peak level, one of three things can happen. First, your music's loudness could be lowered below the normalization level to avoid exceeding the platform's maximum peak level. This means that your music may not play back as loudly as other music, which is okay if you're not trying to achieve maximum loudness. Second, limiting could be applied to your music. This could cause unwanted distortion if your music is very dynamic. Third, your music's peak levels could be clipped, adding unpleasant digital distortion. So, to summarize, if you want your music to play back as loudly as possible, make sure its PLR fits inside the platform PLR. However, further reducing your music's PLR will not cause it to be played back louder, so be careful not to sacrifice audio quality. If your music is dynamic, it might not play back as loudly as other music. This is perfectly fine since some music is suited to a lower overall loudness. And even dynamic music can have moments that sound just as loud as anything else. Be aware that limiting may be applied to dynamic music, and listen for any unwanted distortion. Check out the video description and comments for up-to-date, platform-specific details. Thanks for watching. В общем, спасибо вам большое за это видео. Смотрите, у нас три, да, сценария развития, что может произойти с нашим файлом, когда мы его загружаем на Streaming Google платформу. У нас может произойти история с понижением громкости трека, да, что, в общем-то, и происходит практически со всеми. Если ваш трек и так тих, и вы не попали вот в это значение PLR, то некоторые площадки сделают его громче. Громче они его каким образом сделают? Соответственно, либо они будут лимитировать, и тогда изменится звучание и баланс на самом деле вашей фонограммы. Либо они не лимитируют, а просто поднимают, и происходит клиппинг. Такой баг есть в iTunes, в разделе Preview. Например, интересная ситуация. Там кусочек показывается 30-секундный перед тем, как купить какую-то музыку. И вот если вы зайдете в раздел какой-нибудь классической музыки и выберете какую-нибудь, я не знаю, музыку, которая начинается очень тихо, их платформа анализирует этот фрагмент. Им кажется, что он очень тихий, она его задирает. И через какое-то время, когда вступает большее количество инструментов, начинается просто исключительно волшебный дисторшн. Просто исключительно. Ну, то есть нам звонил клиент и говорил, что происходит. Я сейчас пытался превью своего альбома послушать. У меня, ну, как бы, что? Что это? А там просто, ну, то есть начинается, там буквально флейта отыграла, вступает медь, и там просто примочка дисторшн, нойз и все такое. Ну, то есть клиент в шоке, ему надо предупредить, что на некоторых площадках вот эта история с превью, она может быть не очень хорошо отработанной, да, потому что, ну, мы проверяли потом мастера все сами, мы проверяли, что ушло на лейбл, что отправил лейбл. Как только мы проверили, что это баг Apple, все успокоились. Ну, а до этого, сами понимаете, был, ну, то есть большой симфонический оркестр, суперсолисты. Ну, то есть, ну, ответственность определенная была, да, за релиз. Вот. Понижение уровня громкости из видео, если вы запомнили, кто не знает английского, это достаточно простая процедура, ваш файл просто становится тихим. Почему? Это может быть не очень хорошо, если вы сделали вашу фонограмму очень громкую, и она на фоне других песен того же жанра, другого исполнителя выделяется, если вы ее проигрываете у себя, там она выделяться не будет. И вы, и ваш коллега будете звучать все примерно с одной и той же громкостью. Соответственно, если ваш коллега был поразумнее и попал в динамический диапазон площадки, то музыка его будет звучать правильнее, потому что пики его музыки, да, там ударных инструментов, или там, ну, любой, собственно, составляющий, касающийся, да, вот этого акции, пиков, собственно, они будут доходить до вот этого порога в минус один децибел, и нам будет казаться, что музыка динамичная, интересная и непережатая. Та, которая была громче, она станет, ну, субъективно она не станет тише, но она субъективно станет менее динамичной, потому что все вот эти пики, вот этот кирпич, который вы часто видите, да, на выходе стереофайла, он просто станет тише, вот это все пустое место, оно ничем не используется. Надо оно вам, это, собственно, ваше решение, многим все равно, они просто делают все потише, и вот эта вот, как бы, да, история не используется. Но когда она используется, музыка звучит прикольнее. Но это действительно так, то есть из музыки, там, я не знаю, из ноутбука даже звучит это интереснее, чем музыка, которая уплющенная в кирпич, сделана потише, и музыка с этой же громкостью уже сделана в этот уровень, который нужен, да. Повышение уровня нормализации, это, вот, собственно, два сценария. Мы повышаемся, утыкаемся в порог верхний, у нас либо, соответственно, мы попали в трупик, и нам мы счастливы, либо мы не попали в трупик, у нас искажение, либо мы не попали в трупик, и у нас лимитирование, и, соответственно, изменение в звучании фонограммы. Вот. Кто по этому вопросу что-то не понял, вы можете спросить сразу, потому что я там дальше сейчас немножко в другую степь пойду. Вы можете посоветовать, а вот в лагере, какие-то уже, вот, какие-то, там, для YouTube, для… Да, это я в конце, да, я скажу, в конце покажу, ну, их достаточное уже количество, и, слава богу, мы это можем уже делать, даже, по-моему, некоторые есть бесплатные, и есть еще сервисы онлайн, которые вам все об этом расскажут, сейчас тоже до этого дойдем. Так, интересная табличка. Вот, это одни из самых популярных в нашей стране сервисов, которые занимаются нормализацией вот по таким вот громкостям. То есть мы понимаем, что, например, некоторые, да, сервисы громкость вашей фонограммы не будут повышать, они его будут только понижать. То есть, если ваша фонограмма супертихая, она так и останется супертихой. И, слава богу, если ваше художественное решение было именно таким. Если вы это неосознанно сделали, то, ну, с этим все равно придется жить. Касаемо нашей необъятной. Как видите, никакой пока нормализации не делает никто, ни в плюс, ни в минус. Будем ждать какого-нибудь судебного разбирательства. Я ехал в машине, слушал музыку, и вдруг лупанул какой-нибудь хип-хоп-артист, и я остался без барабанных перепонок. Тогда, наверное, начнут этим заниматься. И, наконец-то, появится стандартизация. Но рано или поздно они это все равно сделают. То есть, если, допустим, вот мне в Москве задали здесь вопрос, а какая нам разница, если в России это не работает? Мы так и будем лупасить максимальную громкость в ущерб качеству музыки, лишь бы моя музыка звучала громче, чем у соседа. Все равно ни Яндекс, ни Контакт не будет ничего с этим делать. Сейчас не будет. Рано или поздно все равно будет. Это плюс, я надеюсь, что люди, вы уже современные люди планеты, не зацикливаетесь на географических, политических границах, хотели бы, чтобы вашу музыку слушали везде. Соответственно, если вы этого хотите, вы должны уже играть по правилам, к которым играют, собственно, во всем мире. Вот, посмотрев на эту таблицу, какие у вас лично, у людей, которые будут делать мастеринг-файлы, да, мастер-файлы, есть мысли. Ну, тут вопрос, насколько у вас хорошая психологическая подготовка, как убедительно вы в качестве оратора, какие у вас есть аргументы для того, чтобы доказать, что так все равно прикольнее. Но на самом деле, я как человек, который и мастер-диски делаю, я понимаю, что вот у меня такая, короче, история при взгляде на эту таблицу возникает. Я считаю, что под все вот это вот мастеринг делать отдельно абсолютно не нужно. то есть вы понимаете, что дистрибьютор не будет отправлять на каждую платформу отдельно специальный мастеринг-файл. Этого не произойдет. Плюс еще люди не до конца привыкли к тому, что музыка опять может звучать нормально, динамично, не пережато. Поэтому я бы делал следующую историю. Я бы держался в целом в цифры минус 9, наверное, лувс по нынешним временам, потому что это и на компакт-диск можно закатать, и это будет вполне себе нормально. И потери при нормализации на площадке тоже недостаточно такие существенные, чтобы это было очень-очень сильно заметно для конечного потребителя. Еди... Да. Они просят минус 2. Ну, конечно, все будут просить минус 5, минус 2, и некоторые просят, особенно электронные музыканты. У меня есть один проект, который реально без искажений звучит минус 1,8 лувс. Я не понимаю, как они это дальше будут слушать, но это не имеет никакого смысла. То есть там начинается бас от 40 до 50 герц внизу, он заполняет, все вместе с хэтом причем включается, и в конце песни выключается. И все это время у тебя в уши вот у меня колонки Адам с 3H, кто знает, у них фазоинверторы спереди. У меня это показатель. Если по мне ветер дует, значит мастеринг завершен. Так вот, собственно, почему минус 9? Потому что, ну как я уже раньше сказал, то есть понятно, что если есть такой клиент, можно сделать условно две версии. Для того, чтобы он другу поставил, он на телефоне у него динамика разорвался относительно его конкурента. Ну как, что делать? Ну, если он хорошо его свел... Да, но смотрите, в iTunes это работает только в одном случае. Если вы слушаете плейлист, вы слушаете iTunes радио, и если вы включили у себя на телефоне эту галочку саундчек, если вы ничего этого не включили и слушаете альбом, то слушать вы будете именно с той громкостью, с которой задумал артист. Ну, то есть мастеринг-инженер, там неважно, кто принимал это решение. Поэтому, поэтому я и говорю, что если мы остаемся где-то в районе девяти, то мы и при использовании вот этой нормализации не страдаем особо. И наше художественное, скажем так, видение современности музыки, оно остается на уровне достаточно вменяемой, по громкости конкурентной. Понятно, если у вас есть там, ну, прям необходимо желание сделать громко, но громко, понимаете, громко делает не мастеринг, громко делает инженер сведения, если он понимает, что он делает. Если инженеру сведения изначально была дана задача сделать громкую фонограмму, для него есть такая штука, как крест-фактор. Это то, ну, то есть это как раз вот примерно похоже на PLR штука, то есть это разница между громкостью фонограммы и его пиками, да, в значении. Соответственно, вот эти вот барабаны. Если ваш крест-фактор достаточно маленький, скажем так, то есть выбросы транзиенты ударных не такие большие относительно всего, что уже в эти ударные вложено, то, скорее всего, на мастеринге не будет проблем сделать и минус 5, и минус 4. Ну, если там понизу каких-нибудь проблем нет, каши там всякой в нижней середине. В целом это обычно не сложно, да. Ну, как? Так, я думаю, что вы будете жить еще какое-то количество лет, судя по вашему возрасту, и не маленькая, и музыка рано или поздно станет какой-то, да, перейдет в 24-битный формат и так далее. Вы же смотрите, вы заливаете вашу музыку агрегатору. Агрегатор ее распространяет везде. То есть если вы залили туда вов-файл, то в Tidal это будет вов-файл. И те люди, у которых есть доступ к VPN, и кто хочет заморочиться и послушать музыку в хорошем качестве, они смогут услышать вашу музыку в формате, да, в непожатом. Ну, конечно, пока вот, ну, как ВК, бум, и все вот это MP3. Но зато один раз это делаете. Иначе вам придется просто у каждого агрегатора открывать личный кабинет по стриминг-площадкам, да, и каждый заливает свой файл. Этого и вам не нужно, и им не нужно. Поэтому, собственно, мы придумываем вот эти вот стандартизируем вот эту историю, когда у нас есть полка в минус один децибел и хедрум в децибел, чтобы при перекодировке, при воспроизведении не возникали интерсэмпловые пики, чтобы вот везде вот на этих площадках из вашего одного вов-файла получился вполне приемлемый мастер, который не будет нигде клиповать и будет конкурентен относительно музыки по громкости, да, ну, условно конкурентен, скажем так, потому что всегда есть отбитые, у которых кровь из компакт-диска течет. Поэтому вот еще раз, да, подытожим. Для меня эта информация говорит об одном, что нужно немножечко понизить громкость фонограммы в целом, которую вы издаете, и сделать две версии, почему дополнительные две версии мастеринга, сейчас расскажу вам отдельно. Есть такая штука, как раньше называлась Mastered for iTunes, теперь это называется Apple Digital Masters, они собирают музыку в формате, вон там справа этот голубой квадратик, они первыми стали собирать музыку в high-definition формате, ну, то есть нашим студийным 24 бита и любая частота дискретизации, в которой непосредственно был сделан проект, следят достаточно четко за тем, чтобы их не обманывали. У нас бывали случаи, когда просили клиента сделать Mastered for iTunes из обычного 44-килогерцового 16-битного файла, правдами-неправдами сделанный 24-битный файл, все равно ими бракуются. Они видят, что верхнее количество бит ничем не занято, ну, то есть как бы это их, соответственно, их обманули. Они копят музыку уже, наверное, лет 10 в этом формате. Есть вариант, что они одними из первых как раз ее и запустят. Если Tidal непосредственно там уже не выйдет на международные рынки быстрее них, то, скорее всего, они будут первым. И вот, опять же, вопрос ваш по поводу того, зачем был вов-файл. Потому что пока там ААЦ, а потом этот ААЦ может волшебным образом стать 24-битным, мы там в 192 кГц, если вы работали в 192 кГц. Поэтому для Apple отдельный мастер нужен, даже если вы везде распространяете 16-битный, для Apple оставляете 24-битный мастер-файл. И по-хорошему надо бы прогнать этот файл через скрипт. У них на сайте лежит скриптик, в который ты прям перетаскиваешь мышкой все свои файлы, и он показывает значение пиков. Пиков не обнаружено, файл подходит под технические характеристики Apple. Вторая история – это вот этот сервис. Наверное, один из самых популярных стриминговых сервисов, несмотря на то, что он вроде как видео, но он и аудио. Когда они начали нормализацией заниматься, мы так все понадеялись, но наконец-то война громкости закончилась. Но нет. Время показало, что нет. Что YouTube нам может подарить в качестве информации? Вы, как пользователь этой сети, можете кликнуть правой кнопкой мыши на любом видео, выбрать вот этот пункт «Stats for nerds» и вот здесь увидеть волшебную историю касаемую громкости. То есть, если ваш ползунок целиком громкости открыт, соответственно, первый параметр «Volume» будет 100%. Что произошло с данной фонограммой? Вот здесь. Видите, 60% content lounge написано. Это значит, что музыка была на 67% громче, чем YouTube хочется. И он ее понизил. Но YouTube не повышает, имейте в виду. То есть, если вы зальете на YouTube тихий файл, он не станет громче. А справа ситуация, когда люди заморочились, и вот Джастин Тимберлейк был, по-моему, одним из первых, кто сделал отдельный мастеринг для iTunes, вы можете послушать разницу прямо в рамках этой площадки между вот этой композицией и вот этой. Они будут по громкости похожи, но Тимберлейк будет классно звучать, с прекрасным верхом, непережатым. А эта штука, она будет просто потише, ну, как обычно звучит, но будет проигрывать Тимберлейку. Как это выглядит, собственно, в софте? Да, вот Coldplay здесь на самом деле они что сделали? У них был кирпичик, но они поняли, что YouTube может сделать их кирпичик тише не так, как они хотят, и сделали его потише сами. Ну да, потому что, как вы видите, у них все равно появились вот эти чудные интерсэмпловые пики, ну, то есть, видите, не ровная линия, а вот эти интерсэмпловые пики как раз вот так и выглядят. И опять же, да, то есть, как бы, на данной картинке Тимберлейк занимает весь динамический диапазон возможный у YouTube, а Coldplay не весь. Вот часть динамического диапазона пустует, а могла бы не пустовать. То же самое, например, вот здесь вот, как выглядят треки без учета нормализации вот этих двух артистов, да? Что мы имеем потом, когда это делает уже не Coldplay сам, а Florence and the Machine забивает, а YouTube делает, да? YouTube делает вот так. То есть, это достаточно такой, как бы. У нас уже определенно порезанный звук для того, чтобы просто на площадке кто-то не пострадал ушами. Что по YouTube, да? Ну, то есть, как мы это делаем? Как мы делаем так, чтобы максимально в YouTube попасть? Не каждая площадка позволяет сделать аккаунт, в этом аккаунте сделать какую-нибудь, ну, соответственно, заливать туда файлы и не выкладывать. Собственно, чем мы занимаемся? Мы делаем мастеринг для YouTube. Мы выкидываем его там с черным экраном просто в YouTube, ждем, пока это все там проконвертируется, слушаем, смотрим статистику для нердов, проверяем, попали мы в громкость, которую YouTube посчитал. Классно, не попали, еще разок, соответственно, делаешь рендер уже с другой громкостью, ну, на то количество цифр, которое YouTube не понравилось. И таким образом в итоге попадаешь вот в эту историю, которая на YouTube не трогается лимитером. Попробуйте, мне кажется, оно имеет смысл, потому что YouTube штука дико популярная, все его смотрят, и я не знаю, я сейчас вижу людей, у которых играет YouTube из кармана. Ну, в смысле, музыка играет из кармана, потому что везде пиратство запрещено, в YouTube можно выложить там альбом, и он будет играть из кармана. Вот. Про, мы с вами говорили про измерители громкости, да, кто задавал вопрос. Вот есть из-за OpenSight, здесь, правда, первая версия, сейчас уже вышла вторая, есть Newgen Audio. Какие здесь, собственно, можно вещи увидеть, да, то есть Short Term LKFS или LUFS показатель, это там в настройках выставляется, за какой период времени он считает этот показатель. И Integrated, это с момента начала трека, с момента начала измерения до его конца. Ну, здесь киношные цифры и телевизионные, соответственно, в музыке у нас будет минус 20, то есть 20 собираем, 4,5 будет то, что мы на самом деле видим. Вот. На что здесь смотреть, если у вас есть вопросы, спросите, я расскажу, потому что мне все понятно, куда тут смотреть и на что обращать внимание. То есть loudness range, вот видите, здесь написано 13,3 децибела, да, ни у одной стриминг-площадок нет таких цифр. У всех есть от силы там 5 децибел динамического диапазона, поэтому вот на эту цифру мы смотрим, придерживаемся вот каких-то разумных цифр относительно жанра, в котором вы работаете. То есть если у вас какой-нибудь там хэви-метал или там, я не знаю, еще что-то такое достаточно громкое и у вас будет, например, loudness range 13,3 во время сведения, то на мастеринге будет сложнее, потому что у вас есть слишком тихий кусок, есть слишком громкий кусок, то есть будет сложно с этим работать. Имейте в виду, приводите эти цифры в соответствии с тем жанром, в котором вы работаете. Для классической музыки это может быть даже мало, например. Что здесь у нас происходит? Как будут звучать мои треки онлайн? Это как раз вот эти программы, те плагины, в которых можно кликнуть на кодек и послушать, что будет по звуку происходить, какие интерсампловые пики будут происходить при конвертации. И еще, например, у кого-то из них, а вот у этого, наверное, здесь вам плохо видно, это вставка из изотопозон. Здесь можно послушать отдельно артефакты этих кодеков, чтобы понять уже раз и навсегда для себя, какой из них вам приятнее, скажем так. Они все портят звук определенным образом, у всех есть некие артефакты, но, допустим, у mp3, у ац, они по-разному звучат, эти артефакты. Еще было, кстати, очень прикольно тестирование, его можно в YouTube посмотреть, есть датский блогер, звукорежиссер, по-моему, в YTC Studio у него называется аккаунт. Он свою фонограмму, которая уже издана, скачал со всех стриминговых сервисов, положил ее себе же в проект, сместил sample to sample и начал, собственно, включать противофазу, проверять, что происходит. Короче, реально, они все звучат по-разному, эти фонограммы, абсолютно. У каждой свой алгоритм конвертации, и, к сожалению, не все из них звучат приятно на слух. Там у него есть некий рейтинг, и, к сожалению, там глыбы типа Apple, если действительно сравнить то, как это звучало до и после их конвертации, они не самые-то и лучшие. Tidal, конечно, звучит поприкольнее, потому что у них все-таки изначальная задача на качество звука, а не на массовость. Если у вас этого всего нету, тратиться вам на это неохота, а вот эти все штуки, к сожалению, которые связаны с мастерингом, если они добываются легально, стоят приличных денег, то вы можете воспользоваться онлайн-сервисом, который называется Loudness Penalty. Сделали фонограмму, закинули туда, он вам все расскажет, что с ней произойдет на таком-то, таком-то или таком-то, собственно, сервисе. Может быть, есть у вас какие-то вопросы, которые касаются процесса работы мастеринга и еще чего-то такого. Давайте это можно уже сейчас задавать. Продолжение следует... Слушайте, но это на самом деле же художественная история, то есть у нас, слава богу, в России эта профессия называется звукорежиссер, не как у бездушного запада, это аудиоинженер. У нас режиссура, понимаете, то есть на вас решение. Вы можете нарисовать автоматизацию, вы можете порезать файл, выровнять его динамически. Надо это вашей песне или нет? Может быть, это хорошо, что вначале все тихо, а в конце это становится громко, да? То есть правил-то в этом смысле никаких нету. Как достичь вот этого PLR, если вы хотите в него попасть, опять же. Ну, то есть я понимаю, музыку там, допустим, какую-то достаточно популярную, там попсу, электронную, рок. Здесь мы можем, да, об этом говорить. А есть совершенно там сумасшедшая музыка в стиле эмбиент или какой-нибудь там еще дрон-эмбиент и что-то с этим связанное. У них PLR может быть там 40-50 децибел у этих артистов, потому что вначале у них будет звучать там пчела 5 минут, а в конце будет, я не знаю, Ниагарский водопад лить на полной громкости, да? И вы если сделаете эту пчелу такой же громкости, как в конце водопад, ну, как бы, ну, не кайф, да? Вот. То есть все должно быть в рамках естественности определенной. Или там, если вы делаете музыку для игры тоже, да, вам ни к чему не нужно это задирать вообще всю эту громкость, потому что в игре человеку нужно просто погрузить в атмосферу и оставить его в покое. Не надо его там мучить там перепадами громкости или там наоборот ровностью, да? То есть делайте просто тут красиво, чтобы это все красиво звучало. Так, технически, да. Ну, в смысле, вы не всегда слушаете трек от начала до конца. Да. Нет, я short-term. Short-term, да. Но, опять же, чем интересен показатель integrated, да, если ваш short-term, например, минус там 5, минус там 6, минус 9, а integrated, например, у вас там какой-нибудь получится сильно отличающийся от этого числа, то есть у вас получается супербольшой динамический диапазон у фонограммы. Если в вашей музыке это окей, правильно, да, то есть оставляем. Если нет, то вы следите за этим уже на стадии сведения, потому что потом на мастеринге будет сложнее. Вот. То есть особо-то в этих… Ну, то есть мануалы. Вот мануалы. Я советую читать мануалы от плагинов, хоть это и вещь, которую зачастую никто не покупает, что, к сожалению, происходит в нашей стране. Но, опять же, сейчас подписки появились на плагины, и там условно за 20-30 долларов в месяц вы можете иметь в своем арсенале просто максимальное количество инструментов, которые позволят вам работать честно, легально и не заниматься там торрентами и всем остальным. Вот. Поэтому мануалы. Обязательно. Потому что, опять же, такие вот мелочи, как почему invisible limiter не работает как true peak limiter. Ну, вот пока не прочтешь мануал, не догадаешься, что надо включить оверсэмплинг на X4. Причем, если ты включаешь у него оверсэмплинг X8, то true peak в нем опять перестает работать. И в этом мануале целый раздел. Вот. По этому поводу здесь вот так. Соответственно, какие у меня рекомендации по качественному звуку? Ну, то есть, как бы стандартное, на самом деле, разумное отношение к динамике и тональному балансу. То есть, мы не гонимся за какой-то сумасшедшей громкостью. Мы смотрим на то, что ваша музыка просто должна заставлять человека испытывать эмоции. Каким-то образом, если он еще начинает прямо у вас в студии под свою уже музыку двигаться, то это хороший показатель зачастую. Тональный баланс — это перекос между низкими и верхними частотами и так далее. То есть, мы смотрим на то, чтобы это все было в рамках того, как это принято в этом жанре. То есть, конечно, мы можем сказать, что у нас запись мрачная или яркая, но у этого должна быть разумная все-таки какая-то вилка. Нет смысла задирать вверх в какой-нибудь медитативной джазовой музыке, потому что там вылезет такое количество ненужного, что даже артист, я думаю, скажет сразу, что нет, ребята, давайте еще раз. И без этого всего. Вот. Ваши уши всегда важнее любых цифр. Вот на это ориентируйтесь, и будет всегда прикольно на самом деле. То есть, я тоже нахожусь, как и вы, в ситуации, когда клиент хочет, чтобы было очень громко. И за, условно говоря, 85-95% своих работ мне искренне стыдно. Но есть те условные 2-5%, ради которых это все делается, этот опыт копится, который ты делаешь с невменяемым заказчиком. Потому что если у меня были бы, например, все клиенты гениальные, все мои заказчики были бы гениальными, и все их песни были гениальными, то я бы не смог им ничего предложить, я бы ни на чем не научился. Мы учимся именно на том, что нам не нравится зачастую, проходим весь этот ад с пересогласованиями, изменившимися концепциями. Сегодня я хочу одно, завтра другое. И мы учимся делать это быстрее, качественнее. И когда к нам все-таки выпадает тот артист, который вот этот самый, ему все-таки достается некоторое количество знаний, слава богу. Поэтому у меня вот такие вот по этому поводу рекомендации по мастерингу, по работе с людьми тоже, я думаю, уже всем понятно, что я предпочитаю с клиентом договариваться до того, как начинаешь работать. Потому что в нашей теме все-таки некоторая такая психологическая, человеческая вовлеченность, она очень важна. Музыканты, артисты, люди разнообразные, своеобразные местами, иногда капризные. И если к ним, собственно, вы с ними выступаете, как к человеку, у которого какая-то конфронтация уже есть, и вы сразу понимаете из разряда, так, сейчас он попросит супергромко, а я не хочу супергромко. И вот эта уже история с конфронтацией, она может вылиться в непринятый заказ, в плохие человеческие отношения, в плохую репутацию в будущем. Лучше сразу на берегу договориться, что окей, я, конечно, не люблю громко, но и раз надо, мы вместе идем этой дорогой. Понятно, да, то есть это такая уже история, которую я бы вам рекомендовал тоже с клиентом всегда проговаривать. Почему не люблю всю эту историю с онлайном, потому что зачастую письмами никак невозможно передать улыбку или, наоборот, негодование по поводу того, что ты получил. Проще позвонить, поговорить, там, я не знаю, видеоконференция есть, где бы человек ни был. Все это возможно. Спасибо вам большое за внимание по этой теме. В общем, я открыт к вопросу. Мою. У меня разного уровня заказчики бывают. У кого-то хорошо получается, у кого-то не очень, поэтому первым делом у меня стоит абсолютно стерильный эквалайзер, который имеет возможность хирургической коррекции в фонограмме. В нынешнее время это цифра. Ну, то есть это цифровой эквалайзер, который до того, как мы выходим в аналоговую цепочку, уже помогает избавиться от некоторых артефактов. Чаще всего это классический фаб-фильтр или что-нибудь типа того, что может работать в формате нелинейной фазы. Дальше после этого обычно у меня идет какой-то красящий прибор. Это может быть либо эквалайзер, либо компрессор, который когда тупо все ручки в ноль на байпас отключаешь, и он уже меняет звук. То есть у меня есть некоторый набор любимых приборов. То есть это, например, Manly Massive Passive, очень красивый эквалайзер, который просто, когда ты через него прогоняешь файл и даже ничего не делаешь, он уже становится прикольно звучащим, особенно в высоком спектре, потому что он добавляет некоторые такие ламповые искажения интересные. И очень интересно, я не знаю, вы знаете Илью Лукашева, наверное, такого звукорежиссера. Он недавно выкладывал то ли в Инстаграме, в Stories, то ли в YouTube, как он играется с Massive Passive в железе. То есть этот прибор, который эмулирован много раз и универсала аудио, и акустика аудио. И чем отличается железка от плагина? Тем, что все плагины дают вам гармоники, которые они якобы дают относительно железного оборудования. Они все четко по центру стоят, они по спектру не разбросаны влево-вправо. Это все будет происходить у вас в мид-канале. В сайдах будет стерильно. Сам железный прибор, у него такой грибок вырастает, если смотреть все это дело на анализаторе, поверху в разных местах. То есть ваш фонограмм достаточно равномерно окрашивается по всему диапазону от лева до права. После такого, собственно, красящего прибора у меня будет стоять, если нужен, я из тех людей, кто компрессор на мастеринге использует один раз из 20. Зачастую уже все мне нравится по динамическому диапазону. Если что-то нужно подкорректировать, я лучше это сделаю автоматизацией, пропишу автоматизацию громкости трека, чтобы не компрессором все это сжать, а просто немножко подрихтовать части песни. Ну и в конце, конечно же, 3-4 лимитра может стоять, в зависимости от того, что хочет получить клиент. Иногда это один девайс, и его достаточно, если человек не хочет сатану. Если человек хочет сатану, то, соответственно, сами понимаете. Причем так делают из разряда это не колхоз, там 2-3 лимитра подряд, так делают и англичане, и американцы. Это все, в общем-то, допустимая история. Главное, не уходите посередине этого вашего процесса, там где-нибудь посередине в 16 бит, а потом в 24. Очень часто бывает такая ситуация, когда стоит в мастеринг-студии какой-нибудь один прибор, типа там какой-нибудь эквалайзер Waze, он подключен в аналог, по аналогу, не по цифре, и у него внутри стоит 16-битная разрядность, в него сигнал попадает 24-битный, как бы, на выходе как бы тоже, а вы динамику потеряли на нем очень серьезно. Вот. То есть вот так. Ничего такого суперсложного. Если нужны какие-то там сложные манипуляции, я могу использовать там эквалайзер, сейчас есть у BrainWorks, PanEQ называется. То есть ты можешь найти именно в панораме по частоте какой-то момент, вот допустим кто-то забыл там у шейкера, вырезать какой-нибудь гудеж, и я уже это могу сделать. Слава богу, в цифровое время это возможно. Ну то есть в основном это хирургия. А сейчас все так работают. Причем музыка, которую не обязательно окрашивать аналоговым оборудованием, ее в принципе можно делать в коробке, ничего плохого в этом нет. Ну то есть философия такая, что не на одном лимитере минус 10 децибела, а на каждом по чуть-чуть. Ну то есть первый лимитер, допустим, он может стоять там на минус 4 децибела, а по редакции у него будет ноль. То есть он вообще не срабатывает, он просто подготовил файл к тому, чтобы следующий лимитер уже начинал работать. Есть лимитеры настолько интересно работающие, интеллектуальные, в которых можно в принципе добиться сохранения абсолютно того же баланса динамического диапазона, поиграв с настройками. В того же озоне есть режим, там 4 режима, и в четвертом режиме у него там еще выпадает список. Есть транзиент лимитинг, и вы можете плющить таким образом, что ваши транзиенты останутся практически нетронутыми, а внутренняя часть фонограммы она будет уплотняться и становиться громче. Ой, вот это, кстати, хороший вопрос. Я очень… В смысле с iChannel или просто в стерео. А все в зависимости от нужды. Допустим, приходит файл, у которого прекрасная фонограмма, и просто вот где-то в непонятном месте зачем-то соло суперяркая гитарная. И вот здесь только мы будем работать с левой частью. Или мы смотрим обработка. Фонограмма вроде все хорошо, красиво, но она плоская. И можно было бы ей придать пространство. Мы забегаем в, собственно, сайт-составляющую, высветляем ее, делаем пространство более… То есть фонограмма у нас в глубину раздвигается. Такие маленькие… Причем это не то, чтобы какие-то там экстремальные вещи. То есть это может быть шаг на полдецебела, на полтора децебела, а с учетом того, что мы работаем уже на большой громкости со стереофайлом, это достаточно драматические изменения на самом деле. А, мультибенд, чуть-чуть не забыл. Была классная штука, мем такой интересный у Эвида в аккаунте. В инстаграме кошка, лежащая на сушилке для одежды. И она так выглядела, как будто порубленная на куски. Вот у любого мультибенд-процессинга, какой бы вы ни включили, там самые вам будут говорить производители идеальные. Вот в моменте разреза кроссовера между этими бендами у вас будет происходить мертвая зона. То есть там ничего с этим не будет происходить со звуком. Вы можете нарваться на неприятные фазовые истории. Поэтому я очень осторожно отношусь к мультибенду. Им очень легко разрушить все просто в момент… Ну, прям вот сразу. Включив одну полосу, уже все потеряется. Зачастую мы на мастеринге стараемся оставить фонограмму такой, как ее задумал артист и режиссер сведения. Потому что они же не просто так, собственно, сидели и делали это. Мне не обязательно драматически менять вообще восприятие музыки. Мне надо ее немножечко отполировать. То есть в принципе это разница. То есть на сведении машину покрасили, а на мастеринге отполировали. То есть я же не буду влезать и там говорить, блин, что-то красный не тот. Сейчас все сниму и заново покрашу. Соответственно, у меня уже здесь есть определенная этика. То есть я вот в рамках этих только функций могу работать. Плагин Альянс. Это большая компания. У нее там приличное количество плагинов. Там эмуляция аналогового оборудования в огромном количестве. Так они называются. Плагин Альянс. И там, я не знаю, Стивен Слейт, производитель. У него тоже прикольные плагины есть. В основном я сейчас, после того, как все его проверил, плагины по этим софтом плагин Доктор, использую только реверы. Также есть ревербераторы по подписке. По-моему, у компании Eventide. Сейчас я вам найду и подойду, расскажу уже чуть попозже. Так что по софту сейчас ситуация тоже очень хорошая. Как музыку мы слушаем за 169 рублей в месяц, так можем слушать и плагины. За чуть побольше, но не тратить. Потому что некоторые продают по подписке. Например, если покупать весь Brainworks, можно, в смысле плагин Альянс, то можно потратить 20 тысяч долларов, 25 тысяч долларов, если каждую программку покупать. А так вы подписываетесь по 25 долларов в месяц, и у вас все это есть. Я тоже часто использую стереоружение, расширители, и часто их использую не в инсертном, скажем так, режиме, а в подмесе. Потому что мне важно, чтобы осталась оригинальная фонограмма, мне хочется чуть раздуть. Ну то есть, понимаете, да, если вы там делаете шире по стереобазе верхний спектр частот, эти верхние частоты, скорее всего, начнут звучать гораздо более энергично, и могут начать звучать жестко и неприятно. Если у вас такая ситуация произошла, но вам нравится стереоэффект, никто не мешает вам после этого сделать какой-то процессинг, либо динамический эквалайзер по этой частоте применить, либо, я не знаю, вплоть до DSR. То есть это же смягчить можно потом, можно сатурацию применить. А ширина? Для меня ширина – это очень важный показатель. Я не люблю музыку, у которой все вот такое, и вообще не верю в моносовместимость. Ну в смысле, я, понятно, верю в нее, потому что есть телевидение и все такое, но у нас два уха, мы слушаем двумя ушами, и вообще мне на моно, честно говоря. Да, конечно. Ну, динамически, да. Частотные вы что имеете в виду? Что-нибудь делать? Ну, более того, вам скажу, любая студия, у которой даже есть приставка Project, она обязана иметь акустический дизайн. Если она не имеет, и вы приходите в комнату, где ковролин на стенах и на потолке, не надо там работать. Ну, то есть, поэтому… Ну, смотрите, у вас есть, очевидно, какие-то хорошие наушники, к которым вы привыкли. Они вам помогают сделать работу, ну, как бы так, достаточно качественной, если вы к ним привыкли. И опять же, у вас есть мониторинг не там средней зоны, а ближней зоны, да. Если вы в этом мониторинге уже слышите какие-то неприятные резонансы, так избавьтесь от них сразу. Вот. До мастеринга этого лучше… Ну, то есть, мы же работаем со стереофайлом условно, да. Иногда мы работаем со стемом, иногда мы работаем с… там, с раунд-системами, да. Но у нас уже все элементы, они склеены. Если у вас в бас-гитаре какой-то буст останется, и мне потом на мастеринге придется с ним работать, скорее всего, то, что я буду убирать этот буст, повлияет также на все остальное, где этот буст находится. Если это находится в центре фонограммы, да, то я буду трогать и малый барабан, и бочку, и вокал, вообще все, что там есть. Поэтому лучше, конечно, это все делать сразу. А мне любопытно. Прикольная программа. Ну, я не игрался в эту штуку, но мне кажется, что возможно. Ну, то есть психоакустика, наш мозг достаточно легко обмануть в целом-то. Ну, то есть, вот, например, буксует VR, да, отчасти из-за того, что вам показывают в очках, что вы двигаетесь, а вы не двигаетесь, и может стошнить. Ну, то есть такие случаи бывали. Ну, то есть надо научиться теперь обманывать еще и мужичок. А просто слух обмануть его достаточно просто. Я включаю почти всегда все в Dual Mono. Вот. Не знаю почему, мне просто нравится, как это звучит. Ну, потому что мне надо, условно говоря, у меня как бы есть колонка здесь, колонка здесь, и если меня ситуация устраивает в центре фонограмма, да, то Dual Mono мне, скорее всего, поможет лучше разобраться просто вот с теми составляющими, которые слева-справа. Центр у меня, конечно же, тоже пострадает, но чуть-чуть по-другому. То есть нет у компрессора вот этого, да, между лево-право срабатыванием на редакции. Вот. Но касаемо приборов, здесь тоже все зависит непосредственно от прибора. Некоторые компрессоры вообще просто вот в МСе включены, да, и с минимальной редакцией, условно говоря, на 0,5 дБ, они уже отрабатывают очень прекрасно, а в стерео они не так классно работают. Ну, то есть, опять же, надо выучить те инструменты, которыми вы пользуетесь. Их на самом деле там условно 5 штук должно быть. Ну, то есть 5 компрессоров каждого по типу, по одному любимого, и там 3 эквалайзера, там 5 эквалайзеров. Ну, то есть много не надо, потому что когда я сижу и смотрю, человек перебирает компрессоры по очереди, да, ну, одни и те же. То есть вот все там 5 штук послушал, а они все VCA или все оптокомпрессоры, ну, как бы отчет слушаешь. Ну, то есть принцип такой же у каждого. То есть понятно, что здесь будет там одно по звучанию, да, там цифры будут разные на ручках, но сам принцип работы одинаковый. Спасибо большое вам, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok